В том, что Риги Коку коалиционным большинством голосов вряд ли допустит создание подобной комиссии, мало кто сомневался. Ведь когда скандал, связанный с премьер-министром и российским бизнесом, ее супруга только начинал разгораться, коалиционные партнеры в лице социал-демократов и партии Эсти-200 уже давали понять, что это внутреннее дело реформистов, им самим решать судьбу Каллас. Но дальше события стали развиваться все стремительнее. Премьер заявила, что не знала о бизнесе мужа, хотя выдала ему довольно внушительный денежный кредит. После этого ее заверения о своей непричастности средством массовой информации разнесли практически в пух и прах. Подключились также и западные СМИ, что не очень хорошо отразилось на репутации Эстонии в мире. И вот парламентская фракция центристов решила внести предложение о создании специальной комиссии для выяснения обстоятельств деятельности фирмы-супруга премьер-министра Кая Каллас в России. И уже во время обсуждения реформисты старались убедить всех, что это дело не стоит даже выеденного яйца. Мы все понимаем, что то, что здесь происходит, несмотря на громкие слова, это дешевое мероприятие, чтобы продолжить развитие скандала, вдохнув в него воздух, как это бывает со всеми другими скандалами. Сама история, конечно, неприятная, но он скандал. Исчерпал себя, и расследовать нечего. Утверждение реформистов о том, что скандал утих и не надо его раздувать, дальше вызывает некоторые вопросы. Один из них вытекает из данного премьер-министром интервью телеканалу BBC, в котором она утверждала, что думала об отставке. Но в итоге она поняла, что этого делать не будет, поскольку ее супруг продал свою долю, как только это стало достоянием общественности. И вот тут оппозиция задает резонный вопрос, если бы это общественности не стало известным, продолжил ли бы ее супруг свой бизнес в том виде, в котором он был до начала скандала? Вопрос, на который после решения о том, что спецкомиссия не нужна, народ вряд ли дождется ответа. Возникает вопрос, если человеку нечего скрывать, почему она против того, чтобы действительно было бы проведено расследование. Ясно то, что она вела бизнес в России через мужа, она получала прямые доходы от процентов, она же сделала вклад в эту же компанию, что занималась с бизнесом в России. И каким образом, и в какое время были вклады в эту фирму, и сколько она получила оттуда доходов, вот этого на самом деле не знаем. Создание подобной комиссии, к слову говоря, помогло бы обрести больше полномочий для того, чтобы получить необходимые документы, выслушать показания участников скандала, иначе говоря, провести более пристальное расследование этого инцидента. Но результат был ожидаем. Желание оппозиции вполне понятно. Она использует все инструменты для давления на премьера. Но, как мы знаем, парламент эту идею не поддержал. В результате за отклонение законопроекта проголосовали 52 депутата. Это представители коалиционных партий реформ социал-демократов и СТ-200. Против были 16 членов Риги Кугуа. Это представители оппозиционных центристской партии и ИСАМа. Не голосовали 27 народных избранников, большинство из которых составили депутаты от ЭКРЭ. Так что создание такой комиссии вчера было отклонено. Сергей Овченков, Михаил Владиславлев, Петер Юльвайн, Андерс Лайго. Новости Таллина.